Здравствуйте! Вы смотрите Жесть. Как всегда, о самых резонансных криминальных новостях по будням буду рассказывать вам. Я, Анастасия Лаврова. Сегодня в выпуске. Разовая акция, почему губернатор не будет ручаться за Гамбурга. Чуть-чуть не считается, как в Омске борются с пьянством за рулем и оперативная работа. Кто ограбил пенсионерку в центре города? Ни секунды на раздумья. Омские полицейские задержали подозреваемого в краже, который едва не угодил под колеса экипажа ДПС. Инцидент произошел на улице Рождественского. Мужчина выхватил сумку пенсионерки и попытался скрыться. На кадрах видно, как следом за злоумышленником бегут прохожий и женщина с криками о помощи. Очевидцами происшествия стали лейтенант полиции Евгений Рябшин и капитан полиции Дмитрий Чернов. Они догнали налетчика и обезвредили его. Задержанный доставлен в отдел полиции номер 4 УМВД России по городу Омску. В ходе проведенной проверки установлена личность нападавшая. Им оказался 26-летний мужчина, житель Омской области, ранее судимый за имущественные преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренное частью 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Как выяснили в полиции, задержанный приехал в город из района Омской области на заработки. Однако честно трудиться мужчина не пожелал. По версии следствия, он приметил женщину у банкомата, когда та сняла деньги, выхватил сумку и убежал. Потерпевшая оценила ущерб в 15,5 тысяч рублей, похищенное имущество изъято и возвращено. Сельчанину грозит до 4 лет колонии. Сельчанину грозит до 4 лет колонии. И вот накануне адвокат чиновника Олег Любушкин попросил судью Алексея Полищука вернуться к этому вопросу. Если суд опасается, что Гамбург может скрыться, первое лицо области гарантирует, что он не скроется. Больше ничего губернатор не гарантирует. Только то, что Гамбург будет являться по всем вызовам. Думаю, это будет предмет следующего заседания. И вот сегодня стало известно, что Виктор Назаров не будет повторно ручаться за своего отстраненного отдела зама. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко. По словам Соколенко, Назаров не намерен из судебного процесса устраивать политическое шоу. Поручительство губернатора было дано на стадии предварительного расследования. Губернатор поручался только за то, что Гамбург будет дисциплинированно посещать следственные мероприятия и не покинет Томск. Но сейчас другая ситуация. Идет суд, дело рассматривается по существу и повторного поручительства не будет. В противном случае есть риск превратить судебный процесс в политическое шоу. Это может навредить и системе правосудия, и самому подсудимому. Странно, что адвокат этого не понимает. Также Юлия Соколенко сообщила, что запрос из суда в правительство пока не поступал. Судья Алексей Полищук распорядился об этом еще на прошлой неделе. Полищук намерен уточнить, не истекли ли сроки давности прошлогоднего поручительства. Письмо, по словам Полищука, отправлено Почтой России. Напомню, Юрий Гамбург пребывает в СИЗО уже более 8 месяцев. Он обвиняется в 8 преступлениях. К другим темам. Омские госавтоинспекторы проверили посетителей ночных клубов. Полицейские несли службу у развлекательных заведений. Наблюдали, не садятся ли за руль разгоряченные алкоголем о мечи. Оказалось, садятся. Впрочем, это не единственные нарушения, которые допустили водители. Подробнее об этом расскажут наши корреспонденты. Мужчина переживает, что родственники, увидев его по телевизору, узнают о проступке. Сотрудники ДПС остановили автомобиль на улице Дианово. Из машины нетвердой походкой вышел водитель и сообщил, что пил накануне. Мужчина, скажите, за что вас задержали? За вождение в нетрезвом состоянии. А вы сегодня выпивали? Вчера вечером. Вчера вечером? Ну, сегодня вечером. Много выпили? Нет, немного. Долго пил. Мужчина не отказался пройти медицинское освидетельствование. Результат анализа алкотестера – 1,8 промилле алкоголя. Железного коня эвакуатор увез на спецстоянку. Возможно, машина о мечу теперь не понадобится. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет. В Омской области в прошлом году с участием нетрезвых водителей произошло 272 ДТП. В них 420 человек получили травмы, 26 погибли. И вот на днях сотрудники госавтоинспекции задержали 9 рулевых в состоянии опьянения. Многие из них утверждали, что приняли на грудь совсем чуть-чуть. Специалисты напоминают – алкоголь оказывает влияние на организм в любых, в том числе и малых дозах. Притупляется внимание, нарушается координация, появляется чувство беспечности и стремления к лихачеству. Результат – превышение скорости, рискованные обгоны, опасные маневры и смертельные ДТП. В случае выявления фактов управления транспортным средством водителями в состоянии алкогольного опьянения, водители отстранялись от управления, автомобиль помещался на штрафную стоянку. А в отношении нарушителей уже судом будет определяться степень административной ответственности. Всего по результатам рейда ночной кафе выявлено более 140 нарушений правил дорожного движения. Четыре человека сели за руль без водительских удостоверений. Шесть мячей разъезжали по городу, будучи лишенными права управления. 12 рулевых проехали на красный. Стало известно о состоянии здоровья пострадавших от действий марьяновского стрелка. Напомню, по версии следствия, Сергей Роденко из окна своей квартиры открыл стрельбу по прохожим. В результате Роденко попал в четверых человек, один из них Александр Пухаев. Пуля угодила ему в глаз, спасти орган не удалось. Супруга Александра Наталья Пухаева получила легкие травмы. Еще один пострадавший старший полицейский батальона полиции номер 2 Сайланбек Сартинбаев. Он до сих пор находится в больнице и также ослеп на один глаз. Четвертому пострадавшему повезло больше всех. После осмотра медики отпустили его домой. Напомню, Роденко по решению суда заключили под стражу. Свою вину он по-прежнему не признает. От показаний отказывается. Роденко обвиняют сразу по двум статьям. Покушение на убийство двух и более лиц, а также посягательство на жизнь сотрудника полиции. Только за одно преступление марьяновскому стрелку грозит до пожизненного лишения свободы. И последняя новость выпуска. Сегодня Управлению Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков исполнилось 12 лет. Омская наркополиция формировалась в непростых условиях роста наркопреступности. Регион оказался одним из наиболее привлекательных приграничных территорий Сибирского округа для наркотрафиков из стран Средней Азии. И все же за 12 лет омским оперативникам удалось раскрыть около полутора тысяч преступлений, ликвидировать 260 наркопритонов и свыше сотни контрабандных каналов. Из незаконного оборота вывели более 4,5 тонн наркотиков. Прогнозы на 2015 год делает начальник регионального УФСКН Алексей Тарасов. Прогнозируя развитие наркоситуации в 2015 году, к сожалению, сказать, что будет все очень просто и легко, не приходится. Мы ожидаем, к сожалению, дальнейшую интенсивную экспансию синтетики на нашем рынке, но при этом героин своих позиций сдавать не собирается. Ну и, пожалуй, самое большое достижение УФСКН по Омской области – это спасенные от наркомании жизни. На 19% удалось снизить количество зарегистрированных наркобольных и на 80% сократилась смертность от отравлений запрещенными веществами. Сегодня в честь профессионального праздника наградили отличившихся сотрудников ведомства. На сегодня это все криминальные новости. Смотрите «Жесть» на нашем сайте, антенна7.ру и в группе ВКонтакте. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова